Я тебе скажу так, Алишер мог у нас оказаться еще намного раньше, чем это трансферное окно. Просто произошло все по мере истечения контракта. И он у него истек. 31 августа он заканчивается, его нет в заявке Амкала. Я дождался момента, когда я был точно уверен, что в заявке его нет. И после этого мы объявили о трансфере. Всем привет, это ББМедиа. Вчера Броки устроили настоящую новостную сенсацию прямо перед закрытием трансферного окна. Подписав сразу семерых игроков, Денис Глушаков, Алишер Рахимов, Гео и Киря Избас, а также медийный Губинио и Ден Безопасность оказались в команде. Как это произошло и будет ли Алишер выступать за Броков, мы сегодня узнали. У Димы Егорова и Артема Разина. Сейчас мы покажем вам в нашем новом ролике. Но прежде хотим вам напомнить, что спонсором этого канала является лучшая легальная букмекерская контора на территории России. Это, конечно же, наши друзья из Бэтбум. У ребят постоянно проходит куча розыгрышей и акций, одной из которых является РПЛ 2-0. Если вы ставите на матч Российской Премьер Лиги и команда, на которой вы зарядили видео с разницей в два мяча, то ставка автоматически считается выигрышной. Проходите по ссылочке в описании, забирайте до 10 тысяч фрибетов и выигрывайте. Бэтбум. Открой игру. Кто это было вчера вечером? Где? В паблике Броука. Слушай, честно говоря, я не очень хорошо знаю. Я вел один трансфер. Два. Глушакова и Губиньо. Все остальное к этому, который прости, если трахнул. Он будет сегодня? Прости, если трахнул. Чуть попозже приедет. Будете так долго его называть теперь? Пэт называется. Прости, если трахнул. Пэт. То есть ты занимался медийными трансферами? Я занимался медийными трансферами и Глушакова, да. Все остальное, эти все стратегии прошли мимо меня, но мне понравилось. Будет ли Губиньо участвовать в профессиональной пресс-хай жизни клуба? То есть МФЛ? Ну, посмотрим. Я так думаю, что Егор и Дима приедут. Егор за Рутуб играл неплохо. Но у нас сейчас такая конкуренция, честно говоря. Ну и вообще интересно это или они все-таки медиа части хотят стать? Ну им интересно в футбол поиграть. Они же играли в Миньке, там, под Суперлигой. Поэтому. Следующий трансфер Денис Глушаков. Слушайте, как это получилось? Ну как, давно звал. Сейчас Денис команду ищет. Вот. Он рядом живет, я говорю, Херлит, ты рядом живешь. Он на разных берегах Москва-реке живет. Ты долго с ним общался или это в последний день произошло? Ну я с ним общался где-то в течение месяца. До последнего часа ничего не было ясно. Потому что он искал профессиональный клуб? Ну он и сейчас ищет профессиональный клуб. Просто мы как бы подумали, что где ему еще тренироваться, как не здесь сейчас. Он может найти профессиональный клуб в любой момент? Конечно. То есть... В любой может уйти, да. При бывании его, так сказать, сюрприз будет. В принципе он за команду заявленный, играть будет. Ну да, конечно. Он об этом и сказал. Поехали дальше. Алишер. Его сегодня на тренировке не то. Алишер сейчас в сборной Таджикистана. Опять же, здесь лучше у Резена спрашивать и у Хачатуряна. Но, как я понимаю, была такая история, что он... Амкал объявил об его уходе. И забыл или не внес, или решил не вносить заявку на новый сезон. Ну а мы были... Они обладали приоритетным правом. Они не внесли, мы внесли. И все, теперь Алишер получается наш игрок. Ну это, насколько я понимаю. Вы этот вопрос обсуждали с Лигой? Ну мы, естественно, сделали запрос в Лигу. Заявлен ли этот футболист за какую-то команду, кроме нашей. Выяснилось, что нет. То есть, вот из-за этого этот момент отменяется. Ну да, у тебя приоритетное право заявки. Ты не заявил, твои проблемы. Все. Поехали дальше. Два трансфера из ФОК БАС. Ты, в принципе, вкидывал на неделю, что БАСа проблемы. То есть, это уже у тебя информация была. Ну мне написали просто люди. Это не мы пришли к игрокам БАСа. Это игроки БАСа пришли к нам, честно говоря. Ну то есть, там Серега Киряков написал, что хотел бы там играть за нас. И сказал, я здесь вообще ничего не решаю. Отправляйся к Хачатуряну. Ну вот. И вот отправился он к Хачатуряну, пришел на игру на товарищескую. БАС объявил о ББО уходе. Ну как я понимаю, что Хачатурян договорился о выплате там определенной компенсации по ходу сезона. В зависимости от того, сколько пацаны сыграют и до какой стадии мы дойдем. Все. Почему все это в последний день вот так вот? Ну потому что... Вы сюрприз готовили или так произошло просто? Да нет, абсолютно ничего мы не готовили. Глушаков это дело последнего часа. Пацаны из БАСа дело последнего дня. Алишер дело последних секунд. У Губини дело последней недели. Не будет ли переизбыток людей в коллективе? Ну почему? У нас покинул Шиша, покинул Мачал. На их место приходят новые футболисты. По Шиши было известно, Мачал ушел когда? Что случилось? Сейчас. Такое решение принял Артем Хачатурян. Не могу ничего кончировать. Можем официально об этом заявлять? Да. И последний, наверное, самый главный трансфер ДН-Безопасность. ДН-Безопасность будет тренироваться. В основе желательно. Как ты относишься к тому, что Александр Титанович говорит, что это предвзятость? Да что за бред? МКС у нас кто проводит? И кто там комментирует? И кто работает на матче? Представители МКО, да? Не получится ли, кстати, это опять такая каша, как в Fight Nights было? Как куча топов, куча звезд, но ничего не получается. А кто у нас звезд? Денис Глушаков, Антон. Соснил. Ну и а почему? Две, два опытных футболиста. Звезд прошлого я не вижу. То есть проблема в Fight Nights в Fight Nights? Да они звезды. У них очень много звезд прошлых. Но у них действительно, там Рома повлечен, кто-то же не играл уже много лет. А других звезд, я не помню, кто у них звезд. С приходом Дениса Глушаков повязка капитанская остается у Ильи Давыдова? Безусловно. А восьмой номер переходит от Сереги Швейнова к Денису Глушакову. Ну ты сам понимаешь, вот центральная зона Мачал минус, Шаюнов минус, Шишкин минус. На их место приходят Соснин, Глушаков, Бельга и Гео. Не потеряют ли во времени те, кто были основными? Это конкуренция. Конкуренция простая. Мы с Тудроудс два раза во втором тайме практически не били поворотом. Проиграли в меньшинстве. Иначе там что-то не хватает. Скамейки. Ну, я не знаю, чего. Но сейчас мы взяли футболистов и надеюсь, будем хорошо работать. Слушай, они успеют влиться в состав? В наработки Игоря Сергеевича? Это не интересно, это не мое дело. Мое дело, вот, чтобы футболисты были, а все остальное это тренер. Я не могу знать, вольются или не вольются. У нас для этого он тренер есть, прогрессивный. Все. Расскажи, кстати, про трансфер Алишера. Да, все просто. Я тебе скажу так, Алишер мог у нас оказаться еще намного раньше, чем этот трансфер на окно. Просто произошло все по мере истечения контракта. И он у него истек. 31 августа он заканчивается. Его нет в заявке Амкала. Я дождался момента, когда, ну, я был точно уверен, что в заявке его нет. И после этого, ну, мы объявили о трансфере. Они не могут уже после нас дозаявить его. Это не работает так. А контракт у него 31 числа заканчивается. Я от всех подтверждения сначала получил, от Голи, от Димы. И уже потом все эти моменты утекли в сеть. Ты обсуждал с Лигой этот момент, вопрос. Они на вашей стороне, то есть они все подтвердили, что все закономерно. Не будет возникать вопросов. Смотри, мне механик объяснил. Я позвонил Коле, говорю, Коль, говорю, так-то, так-то. Амкал хочет там 400 тысяч за Алишера при условии, что у него контракт заканчивается 31 августа. Ну, и, как бы, они не продлеваются. И в заявку они его не вносят? Да. Он говорит, если он у них не в заявке, то все, типа, может его вносить себе. Слушай, а как тебе такой вот момент? Не дай бог, что закажется в заявке дружина. И как будет тогда, выяснится вопрос? А как он может, он же не договаривался с дружиной. Как они могут без договоренности с игроком? У нас с Алишером есть договоренность? Мы его поэтому и внесли. Ты же не можешь без согласия игрока его вносить в заявку. Как ты, кстати, отнесся к вчерашним высказываниям Амкала, в том числе Германа? По мне вообще без разницы. Мы, как бы, получили отличного футболиста. И он должен был намного раньше уйти из Амкала. И я говорил об этом его знакомым, что это клуб, который ему не даст играть. Это вообще не его команда по вайбу. Абсолютно. То, что он, как бы, качественный футболист, я это видел еще с Тома Джунка. Я его отмечал. Ну, когда он играл, я еще помню, приезжал на матч Титана против Селтика в ЛФЛ. И он там возил людей. Просто, видишь, мы тогда были сфокусированы на других вещах. И этот трансфер не успели провернуть. Насчет Титана, кстати, Александр говорил, что если бы Алишер взял бы трубку, он был бы в Титане. Не был бы он в Титане. Тут все дело в том, что Алишер не тот человек, который денег ищет. Или это не тот человек, который там пытается, понял, там найти себе продакшн. Это человек, который хочет играть в футбол. И здесь, вот у нас сейчас, лучшие условия для того, чтобы он прогрессировал. Он за прогрессом идет. Он хочет играть в футбол. У Титана здесь нет шансов типа с нами. Тем более, в Титане сейчас Маврин. И Алишер не дурак. Он знает, как человек влияет на атмосферу. Как он влияет на всю вот эту, знаешь, внутрикомандную кухню. Поэтому он не будет совершать ошибок. Ему же нужно играть. Ты еще участвовал в каких-то трансферах, кроме Алишера? Из тех, что состоялись вчера. Ну, мы все трансферы обсуждали. Но вот по Денису Глушкову, это он с Диманом. И Губини, это Дима, да. Да, он там с Диманом на контакте. Мы просто для себя поняли, сколько мы можем финансово выделить в эту сторону. Ну, и все. То есть, все эти моменты. А игроки Баса, ты в этом участвовал? Это все на душе Артема Хачатуряна? Ну, игроки Баса, это Артема Хачатуряна. У нас вообще должен был там другой еще игрок прийти. Мы с ним не смогли договориться. И так получилось, что у Баса за пару дней до конца заявки отпадали там лучшие футболисты. Мы забрали, естественно. Как тебе вообще резонанс, который произошел вчера вечером ночью? Да, мне кажется, самый вообще большой день в истории трансферов медиафутбола. Знаешь, я раньше, помню, наблюдал в Твиттере, когда последний день трансферного окна в большом футболе был. И там, бля, сообщение там, бля, это туда, это сюда. И здесь такая же тема была. Мы вчера вратуре дали реально жару. Ну, то есть, так и должно выглядеть трансферное окно. Когда активные переговоры, когда кто-то там что-то спорит. Когда ты одну команду просто через хуй кидаешь, потому что они конченые мудаки. То есть, вот это так и должно быть. То есть, вчера была самая главная, так сказать, историю вы сделали. Вчера был исторический день, 100%. Ну, кто будет с этим спорить, я могу сказать, что идите нахуй.